всем здравствуйте рада всех вас видеть сегодня лекцию по голландскому терморту 17 век нам прочитает михаил катунин фотограф и спасибо и выяснил для себя что оказывается информации по терморту вообще такого очень мало я хотел быстро с помощью одной книги забраться у меня не получилось начал копать дальше и вот систематизировал в ходе этой работы информацию и мне показалось она может быть интересной так собственно говоря мы и познакомились с вашей студией вот а теперь я перехожу непосредственно к теме значит будет небольшая предыстория о том как возник тот жанр и основная часть работы я постарался по каждой теме выбрать 2-3 мастера потому что тема просто огромная и неисчерпаемая если говорить обо всем просто времени на что не хватит поэтому осознанно информация ограничена большими порциями но постарался охватить максимальный спектр поехали значит собственно говоря обстановка в Европе в конце 16 века была очень нездоровая мягко говоря реформация религиозные войны в Германии закончилась 30-летняя война там полстрана выкосила вот значит то что мы сейчас называем Нидерландами эта область известна там с родними скандалековья являлась она частью священной векской империи но наверное сейчас не будем так глубоко уходить в общем суть в том что в конце 16 века стало быть Голландия точнее голландские провинции которые на тот момент составляли количеством 17 различных провинций которые как каждая из которых самостоятельно управлялась вот они собственно говоря в результате длительной освободительной войны которая длилась в 80 лет с Испанией в общем собрались вместе и организовались так называемые генеральные штаты которые состояли из 17 этих провинций вот в начале 17 века собственно говоря произошла религиозная революция появился новый класс людей которых раньше не было которые в общем-то стремительно богатели если раньше основным заказчиком скажем так работ художником выступали религиозные деятели там князья правители разнообразные то сейчас значит стать заказчиком заказать себе работу стало возможно гораздо большему количеству людей потому что у них появились деньги вот к сожалению очень плохо видно но вот эта карта Голландии того момента о котором мы рассказываем я ее сразу пропускаю потому что к сожалению ничего не видно но если грубо Нидерланды это северная часть Голландии в которой входит если не ошибаюсь 7 провинций и южная часть Голландии то что мы сейчас называем Бельгия а тогда они назывались Фламандия и они скажем так тяготели больше к Испании историческую часть можно опустить вывод следующий страна была довольно разнородна в ней проживали носители разных языков на севере жили люди которые говорили на голландском но это как бы близко к немецкому языку а южнее жили люди которые ближе наверное к французам опять же разнообразие конфессий вот процветают и ереси в тот момент в Голландии то есть короче говоря полнейший главильный котел вот и соответственно я уже много времени на это потратил но тем не менее происходит в результате борьбы с Испанией которая католическая а нидерландская страна протестантская происходит вот рабы и дальше они двигаются в своем культурном контексте вот следующий в Голландии были крайне религиозно вот в середине 17 века перевели библию на язык страны нидерландский или как тогда назывался все каждый день практически три раза в день читали эту библию перед бедой все знали о чем там написано эти религиозные сюжеты у каждого были запечатаны в главе поэтому то что мы сейчас будем видеть на этих картинах считывалось людьми моментально практически а нам придется немножко с этим разбираться так про работа голландцев два слова бы парни скажу значит после открытия пути в Индию в скорости образовалась две крупных компании которые являлись монополистами в вашей катаколе вот и значит огромный поток товаров проходил через Нидерланду на тот момент и в общем благосостояние народу активно увеличивалось к тому же земли которые собственно говоря находились ниже уровнем моря и благодаря тому что они постоянно строили плотины ну и в общем-то это сформировало в каком-то смысле этот постоянный труд нацию как таковую вот земля эта была очень полнородная приносила высокий урожай в общем все было отлично народ богател вот в двух словах ко мне еще про будет немножко расскажу в общем есть отличная книга кому интересно погрузиться в тему вот я ее привел она будет на следующем слайде выбор голландцев 17 века вот так мы наконец-то сейчас переходим к основной части иллюстрации так вам интересный слайд появились первые в общем-то основные потребители будущих матермортов и как выглядит теперь первая работа как я уже говорил основным ну скажем так жанром изобразительного искусства ну я очень грубо конечно сейчас обобщаю был на тот момент условно говоря портрет какая-то историческая зарисовка пейзаж ну и в основном все любые религиозного характера в данном случае вот это обратная сторона изображена семейная щита не помню уже кого но это конец 16 века работы а вот с обратной стороны художник изобразил вот такую картину еще дополнительно оставив некое напоминание будущему владельцу вот как мы видим довольно смешной череп на куске камня лежит на черном фоне а вот это вверху это герб этого семейства и справа там наручительная надпись по путь того что мы все умрем на тот свет ничего с собой не заберешь помню о смертном вот это первая такая работа довольно таки простая вот собственно говоря дальше через некоторое время подобные работы превратятся в одинный подвид так называемый ванец работы посвященные кремности и я там и тому подобное а вообще в голландском языке было специальное слово которое обозначало работу на которых изображен череп дупликомп так они назывались отдельно хочу сказать что сам термин натюрморт в которых заголовки нашей сегодняшней лекции этот термин родился в восемнадцатом веке и он не очень удачный то есть дословно конечно знаете мертвая природа но то что мы сейчас будем видеть на мертвящину то совсем не похоже это все прекрасные как бы вещи которые нас окружают поэтому на тот момент в голландском языке и немецком языке существовало совершенно другое слово still living если не ошибаюсь ну короче говоря в английском языке это термин still life звучит таким образом в голландский пенемецкий слово примерно одинаково то есть дословно это переводится как тихая жизнь жизнь вещей которые нас окружают вот а слово на термин появилось чуть позже довольно случайно но я потом два слова скажу первое скажем так если их можно сказать пионеры первые пионеры пионеры жанра в Голландии два человека о которых мне кажется обязательно надо знать это Питер Арксон вот это его работа торговец гичью сначала на терморту выглядели ну точнее то во что потом они превратились как жанровые картины вот на которых собственно говоря вот уже будущий элемент на терморту присутствует вот также мы должны помнить что то в общем картины стоит воспринимать в некотором переносном смысле вот я как-то прочитал интерпретацию этой картины значит у него тут птица нет нет не важно в общем мы ее пока дальше про нее два слова собственно говоря сказали вот перейдем к следующему автору может ему сейчас кому-то нравится вот возникают какие-то вопросы что-то может быть я слишком быстро говорю спрашивайте если хотите сейчас либо в конце может быть вам какую-нибудь указку что-нибудь типа того да нет 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 ну что просто рукой не показывает да 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 вот второй интересный ну скажем автор с которого в общем-то жанр родился и был осознан как таковой как отдельный вид вот и вот это его довольно интересная работа это у нас Йохима Беккела потом на слайде можно будет посмотреть вот эта картина называется сцена на рынке с сценой векства регибет в общем на самом деле здесь изображен библейский сюжет только он очень маленький вот если вам издалека плохо видно я могу показать где это вот эта вся рыночная сцена да занимает собственно говоря первый план и ну как бы зритель как будто бы фактически вот стоит рядом с этими торговками разглядывает овощи вот а вот здесь вот на мостике если присмотреться да спасибо спасибо ну к сожалению наверное их видно классно вот здесь вот видно что значит на ослике вот женская фигура и кто-то под уцетом ослика ведет ну на самом деле мы понимаем что это Иосиф Мария Бексова Египет и как бы зрители становятся фактически участниками вот этого события вот краем глаза мы видим что это происходит вот а в дальнейшем вот этот тип картин еще будет ну скажем так существовать но он постепенно сойдет на нет а останутся грубо говоря вот эти части вот но подобные сюжеты они еще будут повторяться допустим то же самое не тюрьмурт но сценка какая-то другая вот к сожалению сейчас не работает но потом можно посмотреть еще несколько примеров подобных подобных сюжетов подобных композиций вот соответственно люди богатеют им хочется и себе и другим ну как-то показать что они честным трудом многого добились как-то это зафиксировать и отразить в виде каких-то материальных ценностей повесить это на стене ну собственно Вячеславие человеческое никуда не делалось и тогда не сейчас и теперь мы переходим к основным скажем так ну направлениям жанрам вот жанрам точнее мультиморфе которые на тот момент существовали самый первый такой основной который выделился и стал таким течением это так называемые цветы и фрукты изначально картины изображавшие святых изображались в специальных таких как бы рамках в виде цветочных гирлянд вот со временем эти цветочные гирлянды стали самостоятельными сюжетами и превратились вот в такие красивые картины значит обычно композиция следующим образом составлялась чаще всего это ниша в стене на которую усыпадает цвет в которой установлена ваза и в которой очень сложная композиция из цветов составлена причем композиция чаще всего симметричная то есть самый высокий вот она треугольная вот она вот центральный цветок и вокруг него уже выстраиваются композиции из других бутонов соответственно если кто-то ботанией привлекается можно посмотреть и найти довольно большое количество растений и они недовольно а предельно точно изображены в принципе ими можно было пользоваться подобными изображениями в качестве пособия по батальки вот что у нас тут тюльпан тюльпан желтый тюльпан вот водосбор вот гвоздика да потом ландыши пион совершенно верно вот это я не знаю что такое вот еще бархутцы ну короче говоря вообще составить подобный букет довольно сложно то есть в принципе это как бы сказать не существующий объект потому что если вы попробуете в вазе составить нечто подобное я пробовал у меня честно говоря в несколько часов на это уже но у меня ничего не получилось но выглядит они еще и цветут в разное время да то есть получается что они выстраивали цветочную композицию как бы по представлению да то есть это интересный вопрос на самом деле потому что вам наверное известно что в середине 17 века я точно сейчас не вспомню можно посмотреть произошла так называемая тюльпановая революция когда стоимость одной луковицы зашкаливающие какие-то цены вот люди собственно говоря это была первая пирамида в тот момент с этими луковицами вот поэтому на самом деле конечно они старались изображать цветы которые цветут в одно время потому что рисовали в общем то с натурой вот но некоторые рисунки с целью скажем так обучения делались и не с натурой тоже вот очень сложная композиция на самом деле вот и кстати еще такое а еще что хотел сказать вот здесь вы видите разложены еще раковины вот бабочка села на цветок все это на самом деле не просто вещи которые украшают натюрморт и заполняют пустоты потому что без них композиция была бы немного пустоватой все это имеет определенный смысл но так как все в Голландии естественно люди очень на тот момент религиозные по большей части это не просто развлечение и красивая композиция которая стену украшает это все равно тем не менее напоминание людям что вот эти прекрасные замечательные цветы они рано или поздно увядут рано или поздно это плохо видно по идее это увядшая роза вот а бабочка которая сидит на этой розе это на самом деле человек который сначала куколка потом становится бабочкой а потом жизнь короткая и бабочка через день все равно умирает вот а эти пустые раковины это как бы символ того что вот человек жил-жил-умер осталось тело да безжизненное вот она эта раковина пожалуйста не забывайте ничего себе а можно вопрос а вот использовали они на словы какие-то подсекти цветов потому что цветы они тоже это все учитывалось ну скажем так зрители это все имели ввиду потому что подразумевалось безусловно и автор и он предполагал что зритель будет подготовлен существовали так называемые эмблематические сборники которые были очень популярны это такие книжечки где скажем так на одной страничке небольшая гравюра латинское изречение допустим нарисован хамелеон к примеру и что истинный друг узнает сложная аллюзия а дальше расшифровка латинской поговорки с выдержками из различных существующих известных на тот момент античных текстов как бы некий винегрет текстовый проиллюстрированный изображением человек читая подобные сборники он уже по каждому из этих изображений а там условно говоря к примеру некие образные рисунки к примеру роза ну условно говоря единорог или пустая чашка что-нибудь такое каждому из этих предметов давалась некая расшифровка как это понимать условно говоря увидев это на картине очень примитивно конечно это очень полезная книга ты ее посмотрел почитал и сразу понятно ага мертвая лягушка это грешник мышь это вор который там что-то хочет украсть кузнечик это у нас тоже какой-то человек летящая стрекоза это человек который уже к Богу полетел и так далее очень интересно и познавательно поэтому все изображенные здесь цветы конечно имеют определенный смысл в принципе они все как бы с позитивным скажем так с плюс условно говоря да вот если бы они были увядшие к примеру да и какие-то некрасивые сосыпавшиеся лепестками это уже как бы был знак минуса значит мы убираем скоро конец а можно вопрос а вот ну просто рисовались ли ну вот действительно цветочные натюрморты вот такие вот знаете ну вот как сейчас депрессивные 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 то есть потому что ведь искусство же оно же не не только может быть там позитивно радостным а и с минорным надеюсь что там похожи будут которые можете ответить на ваш вопрос дальше несколько примеров просто показываю как собственно говоря до какого уровня мастерства дошли голландские живописы сколько у нас времени уже половина ну еще полчасика полчасика хорошо значит вот это те же самые тот же самый вид цветы и фрукты амброзиус босхард два слова буквально скажу мастера которых обязательно надо знать которые творили в этом жанре это амброзиус босхард старше причем очень интересно у голландцев существовали целые семейные скажем так артели художников а вот соответственно босхард это было целое целое семейство его сын тоже занимался живописью Шурин по-моему и зять вот у них была своя мастерская они принимали ученосы приглашали учеников и работали на поток реально то есть это коммерчески успешный продукт то что они делали буквально два слова во-первых вот видим что реализм просто вот эти ягоды хочется потрогать и допустим хочется даже съесть примерно композиция та же самая то есть что мы видим на этих цветочных стол да кусок стола причем художник смотрит на него сверху чтобы максимум подробностей показать что же там разложено чаще всего передняя края стола мы видим а тут попал в стык то есть мы смотрим на этот стол чуть сверху а дальше то что изображено в качестве самого натюрморка на него мы смотрим грубо говоря не сверху а непосредственно перед глазами как будто он у нас находится поэтому иногда это может немного ломать картинку просто об этом надо помнить что это в некотором смысле не существующий объект то есть стол нарисован с одной точки а сама корзинка нарисована с другой точки более низкой но здесь тоже все раковины это вот все на самом деле результаты активной торговли голландцев со всем миром то есть все что мы тут видим это из разных частей света вот эти все раковины намекают на то что в Голландии великая морская держава но не только об этом конечно это у нас еще по-разному что называется цветочный паттерморт вот еще один интересный автор Иеронимус Вандераст тоже потрясающий но у него ссылка будет работать на большом разрешении посмотреть конечно другой стиль немножко вот художественно в другом ключе чуть-чуть но композиция примерно та же самая темный фон стул ваза цветы причем все разные и вот бабочка и там еще плохо видно там оторвавшийся липисток цветка который упал то есть все равно в виде красоты мы все равно не забываем что она когда-нибудь закончится но это опять же пионы водосбор и так далее пилис все эти цветы естественно несут определенные смысловые оттенки и эти смыслы можно пощеркнуть в этих самых романтических сбор мы сейчас это не будем останавливаться пойдем дальше вот уже такой немножко с элементами разложения цветы и фрукты это уже середина конец века все то же самое примерно но художник смотрит дальше вот он нарисовал что какие-то фрукты уже увяданием покрылись что-то там немножко подгнило вот какая-то там стрекоза кусок яблока съевали вот то есть как бы все хорошо но тленный распад распад все ближе и ближе как бы к зрителю но все равно тем не менее очень красиво и пока еще вот если вы обратите внимание как бы сказать как бы тональная ну как я как фотограф смотрю еще на вот это изображение да то есть самого света как такового мы еще пока не видим то есть как бы сказать немножко неудачно сформулировал но вот эффекты освещения которые будут в дальнейшем мы прям заметим как художники с ними работают здесь их еще пока нет то есть здесь какой-то рассеянный свет падает откуда-то вот отсюда ну допустим здесь к примеру окно к которому придвинули стол и рассеянным светом вот это все освещено вот видите небольшие тени мягкие тени поехали дальше это у нас все по-прежнему цветочный натюрморт так который вот уже практически заканчивается я ускоряю следующий важный вид голландского натюрморта это так называемые накрытые столы откуда они появились вернее как возник тот жанр существовали так называемые стрелковые гильдии и вообще во время борьбы с испанским владычеством голландское общество сильно самоорганизовалось вот возникли разнообразные общественные условно говоря организации гильдии и так далее существовали так называемые гильдии стрелков которые в общем боролись с испанцами условно говоря это городской отряд самообороны каждый год для них совет города устраивал обед куда приглашал всех участников за счет города и это была трапеза для всех и соответственно вот эти вот торжественные моменты запечатлевались на картинах которые вешались в городском совете вот из вот этих интересных мероприятий родился новый жанр даже не знаю что тут в двух словах рассказать потому что ну это просто конечно фантастика надо смотреть на большом разрешении в двух словах про композицию расскажу значит чем питались голландцы на тот момент обычно еда их являлась довольно простой они ели то что можно было быстро приготовить в основном это были закуски и на картинах мы не увидим каких-то первых блюд каких-то сложных в основном это сыр фрукты какие-то грендели булочки орехи ягоды и тому подобное и ветчина все то что можно быстро порезать приготовить положить на тарел и тут же съесть а композиция строится обычно следующим образом опять же темный фон высокие предметы выстраиваются вдоль заднего плана а в середине то что как бы является самым узнаваемым продуктом в Голландии это тот самый сыр который они экспортировали выкладывается вот такой горкой это тоже сыр на самом деле все сыры и дальше мелкие предметы в художественном беспорядке раскладываются на переднем плане чтобы ощущать некую ну как сказать занять вот этот пустующий первый план еще вот выезжает обычно какой-нибудь предмет тарелочка какая-нибудь или ножик свисает или эта шкурка лимонная вечная куда-то все время пытается упасть и никак не падает появились так называемые ну как бы завтраки они стали называться здесь мы вот увидим что здесь какой-то один человек был вот он перекусил и куда-то ушел то есть это не то что сейчас у нас на тюрьмот выдает красиво расставленные предметы сбыли все пылинки вот и ушли и потом рисовали а тут человек собственно говоря мы видим реальную жизнь вот как она есть мне кажется это более интересно и вот уже начинают появляться работы со светом грубо говоря пустой левый угол чем-то надо было заполнить а вот автор решил заполнить его светом то есть откуда-то на это на все сверху кто-то что-то каким-то образом шлет какую-то энергию это же не просто так возникло и вот разные блики возникают и так далее поехали дальше два слова буквально скажу о реквизите условно говоря натюрморта у колонцев была соответственно своя специфическая посуда и вот характерный для их натюрмортов бокал так называемый ремер вот здесь изображу у него есть скажем так брат-близнец который будет на следующем на следующей картинке ремер от беркемайера отличается тем что здесь бочоночек на ножке с такими буквами напоминающими виноградники а беркемайер он в виде конуса если вы захотите нарисовать голландский матюрморт вам без этой штуки никак не обойтись тогда сразу будет ощущение того что мы туда попали и конечно же он должен быть не пустой если мы допустим видим селедку просто порезанную вроде бы селедка это рыба это еда если мы видим селедку с отрезанной головой или просто облудную селедку с одним как бы хребтом это как бы намек на Папу Римского на самом деле вот как в некоторых книгах пишут происходит же борьба с католической церковью а в некотором смысле рыба это намек именно на католическую церковь и иногда для скажем так большего драматизма рыбу резали на кусочки и она была без головы ну это как бы такой намек вот опять же тоже вот хлеб да вроде бы речь тоже о таинстве происходит так на самом деле просто напоследок очень красиво натюрморт вот просто еще два слова буквально когда будете сами составлять натюрморт у голландцев обычно красивая какая-то цветная скатерть лежала на столе а сверху еще вот такой как бы белая дорожка ну как бы из какого-то кружи накрывалась либо так либо перпендикулярно и дальше уже расставлялась композиция опять же темный фон да и освещение довольно таки еще ну не сильно сложно но опять же вот в тени вот видно что предметы которые стоят в тени они уже как бы затемнены и вот различные блики на стекле там и так далее все это очень тонкая работа все это на самом деле фактура предметов передается очень точно маленький такой подвид еще который родился из этих самых завтраков курительные трубки у этого жанра тоже было отдельное название в принципе картины подобного рода очень похожи обычно там бокал пива несколько курительных трубок коробка для табака и вот такая ложка с горящими углями таких вариантов картин очень много это как бы ну обычно такая сценка что ли да которую каждый голландский житель мог видеть у себя дома табак кстати распространяется активно в 17 веке и на самом деле это является признаком не очень не очень то приветствуется потому что курильщики табака собираются в специальных заведениях в общем считается что это некоторый упадок и так далее и поэтому когда мы видим подобные картинки да с курительными трубками это тоже как бы намек на то что упадок и как бы пороки надо о них помнить не забывать потому что они нас стригают везде везде ну вот просто еще одна картинка точнее изображение которое иллюстрирует этот маленький жанр точнее автор это по-моему Вильям Кларс но я могу точно потом сказать это есть изображение по ссылке потом могу точно сказать если какие-то подписаны да это это у нас были курительные принадлежности и теперь мы переходим так называемым монохромным завтраком в который собственно говоря эти самые завтраки превращаются основной так сказать особенностью вот этого скажем вида уже натюрморта да и там ну скажем так особенного подвида является то что они решены в основном все ну как бы в едином колорите что называется да то есть нет как в более ранних работах других мастеров ну такой пестроты что ли да здесь все примерно в таком оливковом золотисто-серебристом цвете условно говоря ну с некоторыми там небольшими цветовыми акцентами вот на самом деле вот если эту картину увидеть живую то конечно можно сознание просто потерять потому что вот эти все металлические предметы и отражение этих предметов других металлических предметов это все выполнено просто на высочайшем уровне мастерства вот и здесь мы грубо говоря видим результаты ну как бы какой-то трапезы да вот тоже кто-то там поил разбросал после себя предметы все это высокохудожество изобразил на автор и вот уже начинается работа со светом то есть вот этот сплошной черный фон мы уже не увидим вот появляются какие-то косые лучи света он падает он отражается от предметов появляются различные там цветовые рефлексы вот там желтые тени там где-то может быть серые тени и так далее то есть понимание природы скажем так физического мира у этих мастеров ну просто какое-то невероятное это вот еще ну просто работа такого уровня от них уже можно устать да примерно то же самое та же самая композиция предметы высокие выставленные на заднем плане вот низкие на переднем а вот этот вот предмет который чаще всего на всех картинах будет лежать такая плоская ваза на ножке называется татца вот в ней обычно выносили на стол выставили фрукты и различные экзотические какие-то ну да в основном это были фрукты почему ее роняют в основном на всех композициях наверное для того чтобы заполнить так сказать пространство обычно это была очень сложная работа но это как бы в основном это все серебряные вещи с сложными узорами и так далее поэтому его просто роняли для того чтобы заполнить пространство если мы будем смотреть в профиль ничего интересного мы там не увидим вот ускоряюсь потому что чувствую а что такое это посередине а сейчас секунду секунду так так сейчас не ничего страшного так вот смотрите значит что я еще сказал этот вот мерный бокал так называемый вот он тоже часто встречается на тюрьмортах високи Бокаччи а вот это какой-то кубок у него тоже есть название Акелей по-моему но я точно не помню ну в общем это уже как бы такой шикарный тюрьморт здесь дорогие вещи явно скажем так это не какой-то простой горожанин опять же смотрите еще интересно грецкие орехи да то есть они не всем были доступны и вот здесь изображен так называемый ежевичный пирог это еда зажиточных была граждан то есть не многие себе могли позволить это кушание вот значит это какой-то стул какого-то зажиточного горожанина скорее всего так ну все поехали дальше Питер Класс то есть собственно говоря надо запомнить двух авторов важнейших которые в этом направлении работали это Питер Класс и Вильям Класс Хедер вот это собственно говоря короли данного если так можно выразиться направления вот собственно говоря вот это предел развития то есть мы тут видим не просто предметы то есть они уже просто осязаемые фактически ну как бы можно потрогать настолько тонкая работа и вот уже различные эффекты освещения вот тут у нас темный угол а здесь вот падает свет и по-разному освещает поверхность в общем работа очень интересная опять же вот смотрите это у нас аллегория на самом деле тоже бренности бытия что мы тут видим игральные кости ну как бы азартные игры табак курение нехорошие нездоровые привычки вот здесь у нас раковины пустые то есть живших в них живые существа уже нет среди нас они умерли ну и собственно говоря вот алкогольные напитки которые тоже до добра не доводить это нам всем напоминают но как красиво да то есть другу говоря и хорошие и плохие так так ну буквально два слова скажу про фламандию это южные скажем так нидерланды которые остались под владычеством Испании они выделились в отдельный скажем так союз вот десять провинций после чего северные провинции в числе 7 тоже выделились в отдельный союз и тогда собственно говоря южные и северные нидерланды разделились окончательно а вот чем занимались южных нидерландах не северные у нас протестанты а южные католики здесь конечно праздник жизни в переносном смысле праздник смерти скорее но зато какой разнообразный тут вот смотрите вот пожалуйста цветы и фрукты есть целый отдельный тюрьмор потом вот если вот этого гражданина отдельно убрать извините что хожу грубо говоря вот этот кусок оставить бытовая сценка или просто портрет а вот вот без него кусок пейзаж и вот пожалуйста еще как бы сценка в лавке торговца дичью вот примерно эта картина есть в музее изобразительных искусств Мини Пушкина огромное полотно можно посмотреть это Франц Снейберск то есть немножко ну тоже как бы голландец в некотором смысле да но который писал более такие живые насыщенные энергии натюрморты ну просто из которых жизнь сочится да на мой взгляд очень красиво вот вот что происходит у нас в Возвращаемся в Северное что у нас еще осталось вот такой жанр интересный как обманки обманки это завершение то скажем итог жанра ванитос да который у нас там уже а мы на него еще не зашли в другом порядке обманки это картины которые настолько реалистично как бы исполнены что их можно спутать с реальными предметами и причем они вешаются в таких местах что используя внешний эффект освещения еще больше эффекта создается допустим если пишется картина или какого-то конкретного места и мы знаем что свет там падает допустим слева да мы можем предмет изобразить таким образом что тени от них будут падать как будто бы источник света слева и тогда эффект от вот этого изображения будет еще более сильным здесь просто обычный сюжет картин обманок где мы видим различные туалетные принадлежности прикрепленные в такую досочку различные там ключи какие-то записки и так далее это вот именно создать иллюзию того что эти предметы есть на самом деле это как бы игра с воображением вот к тому же 17 век это в конце 17 века уже начинается или когда начинается эпоха барокко то есть как бы игра усложнения действительности игра смыслов то есть не все то является чем оно кажется условно говоря то есть пытаемся как можно больше смыслов напихать вроде бы несложное изображение вот в общем такую игра со зрителем скажем начинается художника вот еще одна картина в этом же духе а нет идем дальше ну и вот самому любимому жанру так пять минут и мы закругляемся самый любимый жанр так называемый суета сует этот если вы помните в начале нашей лекции череп на обратной стороне третий вот во что это превратилось через каких-то несколько десятков лет смотрим все картины безусловно в данном жанре они являются некими аллегориями это не просто череп и розы это все сплошная символика значит ну череп это понятно нам напоминает о смерти вот эти вот хлебные колоссии которыми убит этот черепок это как бы на самом деле напоминание об Иисусе Христе я есть хлеб жизни то есть как бы все равно спасение оно есть оно существует а вот эти сорваные розы да вроде бы они прекрасны они еще не уверены но они все равно скоро уверены потому что они вырваны из окружающего мира ну опять же вот а можно вопрос так это вот все-таки получается какая часть Нидерландов протестантская протестантская рисовала да из южных у нас только вот одна картина была все остальные это южные вернее северные вот Ян Дээнс Дэхэм это просто мастер которого стоит запомнить которого в данном жанре писала отличная работа Дэвид Байле довольно редкий случай когда натюрморт сочетается с портретом вот этот прекрасный человек на самом деле явился основоположником данного направления в Голландии он писал самые первые фактически натюрморты в стиле Ванитас а здесь мы просто видим ну как бы все атрибуты данного какого вида натюрморта вот что это такое значит грубо говоря данный вид работ он людям напоминает о том что как уже почти каждый из всех жанров которые в Голландии были о том что мы рано или поздно умрем вот конечно же обязательно должен присутствовать ик-череп в картинах подобного рода думпелькомп они назывались в Голландском вот и для того чтобы усилить эффект присутствуют музыкальные инструменты ну здесь она должна быть значит различные украшения предметы искусства вот они да бюстер разнообразные почему музыкальный предмет музыкальный инструмент человек нет музыкальный инструмент молчит он грубо говоря мертв тем не менее это предмет искусства которое всем восхищается но человека, грубо говоря, без души это просто деревяшка. Ну и так же, в принципе, все остальное, искусство, которым мы все активно занимаемся после смерти человека, ну как бы никому уже не интересно. Человека нет и все, его труды тоже могут исчезнуть. Ну опять же, курительные трубки и прочее, прочее. А можно спросить? Да. А что за пузыри? А, вот спасибо, это отличный вопрос на самом деле, я чуть было не упустил. Это тоже важный, это мыльный пузырь на самом деле, это важный элемент натюрморта. Мыльный пузырь это, собственно говоря, человек. Вот он есть, да, он отражает свет, на нем красиво играют цвета радуги, но малейшее дуновение ветерка. он исчезает. Сюжетом часто на подобных картинах были люди, выдувающие пузыри там из соломинки. То есть это как бы человек, который занимается какой-то полной ерундой, тратит свою жизнь непонятно на что. И по понятии сам еще не имею, что он, в общем-то, глуполак, говоря. Вот, это, собственно говоря, пузырь, вот он летает. В общем-то, обстановка, вызывающая у нас доверие, да, уважаемый какой-то господин, а тем не менее, вот, все это в некотором смысле плевает. А можно вопрос? А возможно ли, то есть существовали ли вот натюрморты в таком жанре, но без черепа, например? Да. Ну, это, как бы сказать, череп, это прямой, как бы, намек на данный, скажем, вид натюрморта. Но сам смысл их напомнит человеку о том, что то, к чему мы стремимся в жизни, слава, богатство, успех и так далее, на тот свет с собой не заберешь. Поэтому вот на следующем слайде мы с вами увидим, что это значит. Вот тот же самый череп, увитый колосьями, да, и здесь этот уважаемый человек, которому был посвящен натюрморт, он был известным военачальником, да, вот, там, его шлем, перья, как называется, украшения. Вот, тут где-то даже, а не на этом изображении меч и так далее. Вот, при том, что вот эти все предметы, они, кстати, картину есть, в изображении искусственного кушка, можно посмотреть, все предметы очень с большим вниманием исполнены. То есть вот металл блестит, эти перья, они выглядят мягкими, ну и так далее. То есть вот рисунок можно прочитать, что там написано и так далее. Вот, то есть все равно человек стремится к славе, да, вот, это ее проявление, но все равно он смертен и от смерти никуда не денешься. И все это остается, грубо говоря, ну вот, в виде каких-то предметов не нужно, а человеку нет. Все. Поэтому на тот свет с собой ничего материального не заберешь. Это мы быстро проскочим, так как Голландия морская держава был очень распространен и популярен. Подобный еще род изображений это морские гады. Их большое количество. И вот, собственно говоря, автор, который работал в этом направлении, Бэй Рейн, самый-самый-самый интересный. Так, ну и последний, натюрморт, так называемый роскошный. Голландия хоть и богатела за счет торговли, портов и общего благодетства, но тем не менее внутренний конфликт ее продолжали раздирать, потому что и конфиденциональные конфликты, и конфликты между слоями общества за то, как будет развиваться наша страна и как будет нашляться управление. Вот. Демократизм, грубо говоря, который был в середине века, он постепенно уходит. И натюрморты становятся более декоративными, более дорогими, дорого-богато, что называется. Вот это, ну, самый, скажем так, тот, кого нужно знать, который работал мастером в данном направлении, Вильям Калф. Вот это его работа, потрясающая, на самом деле, надо смотреть, конечно, в высоком разрешении. Ну, что-то можно сказать, это очень-очень дорогие предметы. Вот это серебряный кубок, я даже боюсь представить, сколько он стоил, на самом деле, даже тогда. Вот это золотой, вот, то есть, ну, как бы, максимально дорогие предметы попали сюда, да? Вот это китайская ваза. Вот. Ну, изображение очень хорошее. Вот. И подобных, как бы, картин, вот, где очень-очень дорогие предметы изображены в каких-то, ну, очень роскошных интерьерах, вот они выходят на первое место. Но здесь, конечно, мастерство художника, оно в том, чтобы, ну, просто вот эти все нюансы, фактуры, освещения передать. Ну, например, смотрите, вот желтый рефлекс, да, от апельсии, от этого, от лимона. Или вот, как, тут плохо видно, как отражаются друг в друге различные металлы. Ну, в общем, это, конечно, потрясающе, на мой взгляд. Но это надо видеть своими глазами, потому что это слабое подобие, безусловно. Поверхностный анализ мы опускаем. Я его, в принципе, по ходу дела немножечко рассказал. Где можно в Москве увидеть некоторые работы. Мы здесь в Браздник искусства Ленин Пушкина. Зал, который посвящен европейскому искусству. Там есть несколько голландских натюрмортов. Вот. А, библиография куда-то исчезла. Ну, библиография есть. С двух слов буквально скажу, это уже последний слайд. Если вам интересен жанр натюрморта, то самая главная книга на русском языке, которую нужно прочитать, это Борис Виппер «Проблема натюрморта». Ну, там и дальше еще под заголовок. Книга была написана в 27-м, если не ошибаюсь, году. Вот. И охватывает весь, грубо говоря, всю историю человечества. От древнего Египта до нового времени. Как натюрморт, из чего он возник, как он развивался и что это вообще такое. В общем, глубокая книга, на самом деле, можно читать всю жизнь, в принципе, если интересно. Вот. И вторая книга, которая тоже для погружения будет очень полезна, это Карл Ван Мандер «Книга о художниках». Это художник, который жил в конце 16-го века. Он написал книгу о своих коллегах по церкви, так скажем. Книга очень интересная, масса подробностей, из которой можно, собственно, узнать, как жили художники того времени. А, ну, она как бы в переводе, да? Здесь есть издательство «Азбука» выпустил, недавно можно найти и посчитать. Спасибо. Все. На этом все. Если есть какие-то вопросы, выложите, прошу. Надеюсь, вы не скучали. Спасибо. Очень интересно. Если никаких вопросов нет, буквально два слова еще хочу сказать. Я в группу выложил ссылочку, она, к сожалению, сейчас пока не работает, по которой можно будет посмотреть слайды, не слайды, а изображения в высоком разрешении, которые были здесь. И помимо этих, еще дополнительные. Так что, если кому-то нужно, напишите мне в ответ на мое сообщение, и я вас добавлю, можно будет посмотреть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...